Институт психологии и образования Казанского федерального университета представил свою стратегию развития. Студентам, преподавателям и руководство вуза я представил директор института Айдар Калимулин. Своё выступление директор института началось представление основной цели Института психологии и образования КАФУ. Это попадение в предметные рейтинги по версии каждого из крупнейших рейтинговых агентств. Основным при этом остаётся рейтинг ОС. Среди российских вузов в этом рейтинге Институт третий. Учёные и педагоги стали неиспоримо узнаваемыми лидерами в России по цитированию и числу публикаций в области образования в высокорейтинговых журналах, индексируемых на базе КОПОС. Нас узнают именно по этому профилю во многом благодаря той и структуре, и тем исследованиям, которые мы сейчас начали получать. Кстати, наверное, вот высокорейтинговые публикации они тоже играют большую роль. На данный момент происходит активная интеграция педагогического блока КАФУ в миротородное научное пространство. Так, например, в этом году прошёл четвёртый международный форум по педагогическому образованию, на который приехали учёные из 65 зарубежных вузов. Ректором КАФУ Льшатам Гафуровым было отмечено, что институту стоит подумать о собственной программе совместно с медиками. Что дальше, для какой категории людей, это тоже важно. И для социализации я всё-таки говорю, что в этом случае мы бы могли найти взаимные точки применения с нашими медиками. Данная коллаборация может стать началом перспективных исследований, которые могут гарантировать повышение публикационной активности, наращивание академической репутации, прилищение инвестиций. В ходе защиты дорожной карты документ получил одобрение. Диана Шло, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.